Истина, державшаяся в тайне десятки лет, или секрет Полишинеля о том, что мы стали жертвами страшной ошибки и нас якобы хотят превратить в ограниченных больных онкологией, туберкулезом и кретинизмом, люди не заявляют давно, но их никто не слышит. Чиновники делают вид, что не слышат, или проблемы действительно не стоят и выеденного яйца. Так о чем же идет речь? Узнаем вместе. Мурат Турлубеков Факты и результаты исследований, которым пришли ученые в мире, но об этом чуть позже. Так откуда взялись стандарты ВОЗ, принятые без лишних вопросов медицинским сообществом? Ведь йод – самое элементарное, самое эффективное профилактическое средство для широкого спектра клинических патологий. Профессору Михаилу Зельцеру все ни по чем. На улице еще лежит снег, а он выходит во двор налегке, словно в майскую погоду. Хорошая иммунная система, подкрепленная хорошими дозами йода – залог здоровья, не подверженного болезням. Говоря о нормах и стандартах ВОЗ, Зельцер теребит в руках чересчур рекламную бутылочку йода. В Японии человек потребляет в сутки примерно 13,5 миллиграмм йода. Не микрограмм считается нормой по рекомендациям ВОЗ от 100 до 300 микрограмм йода, в среднем 150 микрограмм. Так вот, микрограмм – это в тысячу раз меньше, чем миллиграмм. А там японцы употребляют примерно 13,5 миллиграмм в сутки, и это одна из самых здоровых наций на Земле. Это прямая угроза национальной безопасности, потому что падает трудоспособность, сокращается положительность в жизни, и это может привести к разного рода заболеваниям. Истощает так называемый иммунитет в процессе, сопротивляемый организму к инфекционным заболеваниям. В развитых странах, на опыт которых часто ссылаются ученые, этот вопрос неразрывно связан с насыщением рынка морскими продуктами – рыбой, моллюсками, водорослями, где особенно много йода, а также биологически активными веществами – БАДами, восполняющими недостаток веществ в человеке. Достаточно сказать, что в Японии БАДы регулярно употребляют 100% взрослого населения страны. Было подсчитано, что для того, чтобы удовлетворить потребность всего организма в йоде, надо съедать грамм 200 соли. То есть, совершенно невозможно. И, кроме того, для йодирования соли употребляют обычно либо йодит калия, либо йодаты калия. Так вот, установлено, что организм нуждается не только в йодите, но и в элементарном йоде. То есть, нужно сочетание йодида и йода, а в соли этого не достигается. Мурат Турлубеков придерживается мнение академиков Зельцера и Синявского. В 2000 году проводились специальные исследования на оценке уровня знаний населения в отношении йодного дефицита, какие методы бывают профилактики. Мы получили тогда ужасающие цифры. Тогда проводил этот национальный центр проблем формирования здорового образца в жизни. Вы знаете, он получил то, что 26% медицинских работников считало, что йод вырабатывается в организме. Сегодня одна треть населения Земли, по данным ВОЗ, живет в йододефиците. Среди них поразительным образом отличаются жители страны восходящего солнца. Интересный народ эти японцы. Наплевав на строжайшие мировые стандарты ВОЗ, они потребляют йод в необходимом на их взгляд количестве и продолжают удивлять мир своими научными достижениями. Западные ученые разгадали ребу с загадку феномена японского здоровья и долголетия. Чудо состоит не в их феноменальных технологических успехах, а в простом каждодневном потреблении 44 миллиграмм элементарного йода. То есть потребляют они йод в миллиграммах, а не в микрограммах, что превышает рекомендуемые нормы ВОЗ в 300 раз. Между тем, согласно статистике, это самая курящая, одна из самых пьющих наций в мире. Возникает много вопросов. Или японцы мутанты, или мы все стали жертвами страшной ошибки. Второй вопрос. Если японцы травы и потребляют йод в необходимых количествах, то откуда взялись нынешние стандарты, принятые медицинским сообществом? Трестом. Третий вопрос. Почему такая высокотехнологичная страна, как Япония, практически не представлена на высокодоходном фармацевтическом рынке? Вопрос номер четыре. Почему Япония отказывается от прививок инфекционных заболеваний? Вот схема ВОЗ по изменению заболеваемости сахарным диабетом на рубеже миллениумов. США, Китай, Индия, как видно, наиболее подвержены этой болезни. По словам Зельцера и Турлубекова, медики перестали быть исследователями и находятся в узких рамках. Все современные препараты, синтетическая химия, искусственные гормоны лечат болезнь, но не больного, подчеркивают они. Человеческий организм – сложнейшая система, и она имеет механизм самоизлечивания и защиты от патогенных факторов. Природой все предусмотрено изначально. Пример – процветающий мир океанов, насыщенных йодом, где нет болезней. Киты, например, живут до 500 лет. Дерево с эклоя – 4,5 тысячи лет. Так что получается, что йод, который так же жизненно необходим, как чистый воздух и вода, опорочен и выставлен чуть ли не врагом всего человечества? Йоду чувствительны большинство микроорганизмов. То есть йод является, обладает еще и бактерицидным действием. Отсюда понятен результат, который мы получили при лечении заболеваний герпетической природы даже. То есть при герпесе, при острогерпетических стоматитах, используя препарат, последний препарат, мы получили замечательные результаты. Около 10 лет назад ученые США, обеспокоенные ухудшением здоровья у американцев, провели крупномасштабные исследования и пришли к состоянию близкому к шоку. Статистические сравнения имеющихся заболеваний с заболеваниями других развитых стран было явно не в пользу Америки. Страны, где ежегодные затраты на медусловки и выплаты по медстраховкам составляют 1 триллион долларов. 60-процентный мировой оборот фармпрепаратов за океаном должен являться показателем успешного лечения американцев. Однако статистика показала, что американцы одна из самых больных наций в мире. За основу сравнений состояния здоровья в США были взяты данные статистики Японии. Кропотливые исследования причин благополучного состояния здоровья у жителей загадочных островов в конечном итоге привели американских ученых, казалось бы, к простому открытию. Но это простое открытие имело эффект разорвавшейся бомбы и породило множество вопросов в научных кругах Америки. Сейчас массовое явление мастопатии. В Соединенных Штатах сейчас примерно 90% меньше больных фиброзно-кистозной мастопатии. Я думаю, что у нас это вряд ли намного меньше. Так вот, четко показано, что мастопатию можно лечить такими дозами, которые японцы употребляют каждый день. Йод был открыт в 1811 году французским химиком Кутуа путем обработки серной кислотой золы морских водорослей. Друг Кутуа Гей Люсак дал этому элементу название йод за фиолетовый цвет его паров. Через 8 лет швейцарский врач Кейн Дет использует настойку йода для успешного лечения зоба. Он стал первым в истории медицины врачом, использовавшим йод в качестве лекарства. Нобелевский лауреат Альберт Георг, открывший витамин С, говорил «Мы были студентами, когда уже знали, что йод является универсальным лекарством. Никто толком не знал, что он делает и как, но то, что он делает хорошее дело, это мы знали». Основная проблема состояла в транспортировке йода в организм человека, ведь йод очень активен и подавляет большинство элементов. К тому же организму необходим чистый йод. Решение было найдено в свойстве йода отдавать себя некоторым белковым соединениям растений и насекомых. Синтез чистого йода и белковых соединений является естественным подтверждением глубокого и бережного отношения йода к органическому миру. К примеру, американский профессор Джордж Флигье доказал, что причиной образования рака желудка является не столько присутствие в нем бактерий-хеликобактерий-пилорий, а сколько отсутствие в клетках желудка того же элементарного йода. Будь его количество в клетках желудка достаточным, эти бактерии были бы просто уничтожены. Директор американского центра Шантер, профессор Абрахам, как-то в сердцах воскликнул. В случае, если ваш лечащий врач или еще кто-нибудь из медицинских чиновников начнет кричать о недопустимости нарушений нормы ВОЗ, отправьте его, к примеру, в Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА, которое провело работы по изучению свойств йода по уведению им тяжелых металлов и радионуклеидов и разработал специальные йодовые препараты для своих аэронавтов. Стало быть, йод-дефицит, и в узком понимании слова, то есть дефицит недостаточно для работы щитовидной. В Казахстане вопрос нерешенный. ЗОП продолжает оставаться массовым явлением, но мне думается, что еще более важно, что надо пересматривать нормативы йода, надо пересматривать его значение, не только как необходимый элемент для работы щитовидной, но и необходимый элемент для работы всего организма, в первую очередь для репродуктивной системы женщин. Начнем применять столько количества йода, в таком количестве, мы совершим, сказать, мировую революцию в здравоохранении Казахстана, и мы завтрашний день пойдем, станем третьей страной по уровню жизни и здоровья на себе в течение трех лет.